Украинская Буковина стала приютом почти для 100 тысяч вынужденных переселенцев. Многие приехали не просто переждать. Люди делают все, чтобы приблизить победу. В Черновицкой мастерской рукоделия хрупкие, но сильные духом женщины вышивают шевроны и обереги для военных. За процессом наблюдали наши корреспонденты. Эта мастерская превратилась в солидный штаб изготовления шевронов. Здесь трудятся десятки мастериц. Рая как раз работает над оберегом Буковинская птичка. Девушка родом из Луганской и очень хочет вернуться домой. Она верит, что таким образом помогает украинским воинам освобождать родную землю. Есть какие-то стандарты. По ним стараемся все сделать. Правильно используем ткань, нитки. Задерживались до начала комендантского часа, а потом бегом-бегом домой, чтобы не находиться на улице. В своих картинах Буковинскую птичку, как оберег жизни, изобразила художница Валентина Гетман. В Черновицкую область женщина со 11-летним сыном приехала из Новой Каховки Херсонской области. У меня аж мурашки. 24 февраля мы с сыном перешли ГЭС где-то в 12 часов пешком с велосипедами. Я тогда еще не знала. Там было много техники военной. Были танки. Когда увидела, что снайперы за каждым деревом, вот тогда начала бояться. А когда увидела, что на ГЭС уже триколор, я говорю, сынок, не наши. Вот на велосипеде, я не знаю, сколько времени, мне казалось, что очень долго мы шли пешком. Мы с сыном выехали из такого места, где потом уже убивали людей, которые хотели переехать ГЭС. И вообще выехать из Новой Каховки. То я думаю, значит, у Бога есть какие-то планы на нас. Они старательно пририсовывают каждый макет, выставляют необходимые стежки. А дальше эта машина по заданной программе вышивает необходимый логотип или рисунок. Владелица мастерской говорит, бывает, что техника таких объемов работы не выдерживает. Наши машинки настроены на то, что мы вышиваем шевроны для военнослужащих с теми мощностями, которые есть, и помогаем. Мы каждый день, когда включаем всю нашу аппаратуру, все наши машинки, но у них есть свойство ломаться, то мы гладим их, говорим, ты хорошая, ты должна сегодня хорошо отработать. Почти каждая из мастериц, которая со временем возвращается в родной город или село на память о втором доме, берет с собой вышитые сорочки, ручники, скатерти, куклы-мотанки. Многим по душе вот эта Стефания. Ее одарка сделала за одну ночь. Творческие работы, созданные здесь во время войны, вскоре планируют представить на выставке. Я хочу за просветы.